В Твери состоялся очередной выпуск участников президентской программы переподготовки кадров. 17 человек получили свои заслуженные дипломы. Какие структуры они представляли и для чего эти уже состоявшиеся люди снова сели за парту, расскажет Роман Быков. Это уже 26-й Тверской выпуск президентской программы переподготовки кадров. В её рамках переобучения проходят руководители среднего и высшего звена государственных и муниципальных структур, а также представители бизнеса. Для них это непростой шаг – выйти из зоны комфорта и снова сесть за парту. Вы, поступившие на эту программу, этой компетенцией обладаете. Мне кажется, это самое важное, помимо тех знаний, которые вам дали, помимо того опыта, который вы приобрели в общении с коллегами. Кого попало, в президентскую программу не берут. Зачисление происходит только по результатам конкурсного отбора, причём в рамках региональных квот. В течение 9 месяцев участники слушают лекции в ведущих отечественных университетах по самым разным дисциплинам. Программа, она очень обширная, включает в себя множество направлений, связанных с деятельностью предприятия. Это и менеджмент управления, это и финансовая политика, это и инструменты бережливого производства. Поэтому здесь комплекс был предметов, которые, в принципе, применимы на практике, на предприятиях у себя, в своей деятельности. Суть программы не в том, чтобы помочь отстающим. Наоборот, дополнительные знания получают представители вполне преуспевающих предприятий, дабы их компании росли, увеличивали объёмы производства, создавали новые рабочие места. Компания развивается и ежегодно, и требуются и новые сотрудники, и новые площади, и бизнес-велосипед. Не кручешь педали, ты остановишься. Поэтому пока есть желание расти, надо расти. Пока есть желание расти, надо учиться, чтобы расти. Вот и всё. Кирилл Афанасьев далеко не единственный директор предприятия, который понимает важность обучения. Такой же логики придерживается и руководство Лихославльского завода светотехника. Даже если с работы время от времени будет сбегать начальник планового экономического отдела. У нас директор наоборот за повышение квалификации, всегда за любое получение новых знаний, которые пригодятся в развитии предприятия. Коллега Юлии по предприятию уже представляет, как применить полученные знания. Ведь каждый участник программы по условиям обучения должен разработать и защитить проект. Причём, чтобы он был полностью применим на практике. У Григория Егорова такая работа имеется. Аттестационная работа направлена на снижение издержек в сфере сокращения расходов переработки смазочно-охлаждающих жидкостей. Наше предприятие является таким крупным предприятием полного цикла. У нас достаточно большое количество различных отходов. И, соответственно, издержки по утилизации данного вида отходов, они очень важны для нас. Ещё одним критерием эффективности работы предприятия является повышение производительности труда. Для России в условиях демографического кризиса это очень важно. Я бы хотел пожелать, чтобы те знания, которые вы получили, навыки, умения, контакты, знакомства, они действительно вам пригодились и действительно работали бы на рост эффективности ваших бизнесов, ваших организаций. Помимо дипломов, выпускники традиционно получают ещё одну вещь – переходящий хрустальный шар. Через год они должны будут вручить его новому потоку земляков, прошедших обучение по президентской программе. Ну и каждый год произносится торжественная клятва, в которой, среди прочего, есть и такие слова. Гордо нести звание российского менеджера по странам и континентам. Клянёмся, клянёмся, клянёмся. По странам и континентам – это не фигура речи. Выпускники президентской программы имеют право пройти стажировку за рубежом. По нынешним временам – это в первую очередь Азия. От Турции до Китая.